Девушки отдыхают 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 и хорошо чувствует этого героя, это, в общем-то, главное, чувствует, где ему хватит дэмэджа, где не хватит. Продолжает харасить несчастную Эллидана. И что-то вот как-то Стики, да, вот Стики уже есть у Эллидана, понимает, что против Зевсайна вообще не простоять. Что интересно, бросили на произвол судьбы Эллидана, и значит, что суппорты Вега Складрон сейчас будут просто-напросто... Эллидан навещать периодически, заставлять его, во-первых, держаться потаром, во-вторых, умирать, возможно, потому что вот уже заходит Сема, и пошла молния, станы, включать, конечно, ашилд, и за счет мана шилда здесь будет жить. Да, под щитом вообще не пробить абсолютно никак, успел среагировать, ну, да, реакция у Эллидана хорошая, что и говорить. Ведь умеет. Умеет, он крититарий. Да, ну я представляю, Недликана, конечно, бегущего с некрачами на эту медузу, как он будет выжигать ей больно ману. Ну, это страшное действо, конечно, то есть к моменту появления третьих некрономиконов у Элликонтропа, медуза уже должна быть, ну, я не знаю, как минимум, с какой-то линкой, еще с чем-то, может быть, с манта-стайл, то есть эти вот стандартные артефакты на статы, просто чтобы не быть каким-то бесполезным куском мяса. Такое вполне возможно. Разбираются, опять же, тут с Зевсом, по крипстату у них пока идет все более-менее неплохо, и у того и другого оба удовольствуются фармом. В принципе, не сказать, чтобы страдали персонажи, которые фармят на легких линиях. Единственное, что Паш, наверное, все-таки уступает немножко Герокоптеру. Ну, совсем немного, и тут ему как раз пришли помогать два суппорта. Нет, дают, нет, все-таки дают отвести, пошла опять, пошел экшен какой-то непонятный на лайнах. Отводики, отводики, отводики. Ну, тут можно, на самом деле, даже или зафармить этот саппортами, но нет, крипы слишком сильные оказались. Паша здесь, ну, практически ничего не потерял, все, что нужно, ему добил. И сейчас еще и целая пачка свиной впойдет. Иллидан по крипстату 20 имеет крипов, Зевс 23 все еще очень хорошо себя чувствует на 1, и довольно быстро поднимает свой левел и свои артефакты. Золото покажет, артефакты он еще не поднимает, но в любом случае для Зевса такой хороший старт. Вот Зевс, он гораздо раньше становится таким супер жестким и эффективным. Его нюк в 350 на 7 левеле. Это очень много. Ну, плюс пассивки, что-то дополнительный урон. Дополнительный урон с пассивки и... С ульта можно заберстить. Да, Лекан еще дает Хаваль, помогает тому же Зевсу добивать, потому что так все-таки тяжеловато против Медузы. Ну, он справляется, как мы видим. Угу, ну, там то с руки, то молнию выкину, и ты еще прописал верхнюю литану, так чтобы не успокаивался. У него расслаблялся, да, хорошо зашла, и... Ну, у Медузы мало ХП, что тут говорить, очень мало. Он сейчас восстанавливает ману, ХП, но... Бувально парочку верхних, и опять придется как-то регениться. Вот надо сбить, конечно, Clarity Portion сейчас Зевсу, по возможности, но держит дистанцию литану, пока полный порядок. Я удивлен, я вот просто очень удивлен тому, что никто на мид не приходит вообще. Одна была попытка только загангать Адсиому, и все на этом. А казалось бы, герой-то вообще сладкий. Что Медуза на первых левелах, что Зевс, того и другого можно убивать. Вот настолько сконцентрировались суппорты на красных крайних линиях. Везде стараются помочь своим корам. Аж чересчур. Ну, маг. Маг мы видим надверением тоже. Нашел себе тычкиночку, где он может спокойно пармить крипов. Вызывает он Night's School. Сделал третьего уже прокачки. Есть телепортейшн, может прилететь в случае чего и помочь своей команде. Ну, кстати, условно, на топе могли бы устроить какой-то экшен. Вроде как их там трое, плюс еще Фурион это было бы четыре против двоих. Ну, как-то то ли опасаются пока, а то ли не верят в свои силы, непонятно. Может быть, просто аккуратно очень играют элементы. Падение на скрина. Ну, просто ему аккуратненько прописали станчик. Йоку там своровал одного крипа станом снизу. Ничего особенного не происходит. Ни на одной из линий. По-прежнему 0-0. Седьмая минута игры. Супер пассивное начало. Да, ну, скоро должны вега потихоньку разогнаться. Вот уже Зевс имеет седьмой. Приходит к нему, правда, здесь Оракул. Оракул. Мммм. Тааак. Ну, Зевс аккуратничает. И да, и сейчас уже Элидан, наверное, сам не полезет в атаку, потому что... Ой-ой-ой. Ой, как больно. Раскаст. Айсёма не успевает, а он был рядышком, кинул вейв и выживает. Ой-ой, 39 кп, где же Фурион? По фарму чемпион. Вот он, Фурион, маг. Конечно, не отпускает Медузу, красавчик. Я его очень ждал, и он пришел. Сделал килл, в итоге Медузу не отпустили. В итоге все очень качественно получилось. Все раз, Блат, отлично сыграно. Вот как раз про что я и говорил, что Нуван чувствует очень здорово эту комбинацию. И плюс ко всему, сейчас еще и мага появляется, глобальный ультимейт. И теперь они вдвоем смогут уничтожать. Магического демеджа там очень много. Это такая мини-попытка зайти за спину, но опять же потом Дайнго лезть не особо хочется. Он Дайнго на вторая томба. Он видит все на варде. Он перехват. Все, мы просто нагло делали к пауту и уходят. Еще и генерал стянулся, нижнюю линию вообще оставили. Ну и просто отсюда надо валить. Все это прекрасно понимают игроки Веги. И уходят. Пока что у Веги в этой игре все двигается по плану. Им не сбили начало. То есть в начале примерно поровну шло развитие. И сейчас их пик набрал очень жесткие обороты. И элементцам нужно будет некоторое время защищаться. Посмотрим, как они будут защищаться. Защищаться прежде всего от раскаста Фуриона. Ой, Соло. Наступает сверху на кулдаун. Вообще даже не понял, откуда к нему пришло это все. И в итоге погибает. За что ему такое добро прилетело? Ну да, там генерал в самом углу каким-то образом пролез вообще и не ожидал его. Но естественно генерал не за этим шел. Всего лишь навсего один фраг, учитывая, что он уже минуты 2-3 ходит, бродит по карте и пытается что-то найти. Ну я ставил легкую линию, воспользовался этим самым событием маг. Пришел и спокойно будет фармить у него уже. Ну запрещаемый ферзбат. Есть ультимейт, заряжает он на топ. И Никса будет стараться пробивать. Никс, Карапаси подрубает. И как-то стан надо дать, но волк и вэдит эти станы. Ультимейт Дзевса очень качественно. И еще и Куферокоптер слили. Этот прокаст от Дзевса. Как же это больно. Кто-то прилетел и всех КП лишился моментально. Ультимейт ему еще не так много снял, а вот верхняя потом от Нувана зашла хорошо. И 3-1. Эти верхние под Вортексом, это, ну это страх. А, еще и под Вортексом. Конечно. Там же увеличение магического урона на 20% пока. Там не 320, а 350 урона, но 20% еще и больше. На пятую часть на 70. Случай 420 вообще магического урона. Башню сил света на верхней линии атакуют. Очень и очень много. Ну и сломали первую вышку. Да, хорошее начало. Девятая минута. Владмир на Лекане появляется. Можно начинать фармить Некрачей. Думаю, что Дзевс пойдет в какой-то либо Бладстоун, либо Блинг вообще, наверное, даже первым артефактом. Чтобы с Блингом тут просто всех уничтожать. Можно так. Можно Блинг, можно Бладстоун, можно Баганим. Ну, Баганим, наверное, все-таки не так хорошо будет, как Бладстоун или Блинг Таггер. Я думаю, что да, Аганим это... Вообще, честно говоря, от No.1 я Аганима не видел, по-моему, ни разу. То есть он скорее собирал какие-то артефакты типа рефрешера. Ну и это логично довольно-таки. Ну да. Какая змейка-то прилетела, поэтому очень больно. Вообще покупается No.1 пока стафф. И, судя по всему, это будет 4 стафф. Тоже, кстати, имеет смысл. Ну, тоже для мобильности, да. В любом случае, это мобильность. Чтобы не встревать, чтобы все делать как нужно. 3-1 пока счет. Вега впереди. Впереди проигрывал Леонид. Там сначала 1000 монет, сейчас выигрывают 2,5. И того, там, 3,5 разницы они организовали за последние минуты. XP тоже полный порядок. Ну и в целом такой старт за ними. Но мы понимаем, в чем сила пика Элемент. Сила их пика в Медузе. Если фармить Медузу, значит все еще неплохо. А Медуза фармит. Да, просветил Зевс аккуратненько своим ультимейтом, чтобы посмотреть. Зевс плюс Ночерд Профит. 73 игры, 38 побед. А ниже с Апарэйшном, 14 игр и 9 побед. Ну это да, еще и здесь Апарэйшн. Супер глобальная комба от Веги. Глобальная стратегия. Барабанчики, мага. Будут совсем скоро. Очень много сегодня мы видели фурионов. Фурионов, которые фармили себе сперва Драма Фейндженс. Потом выходили в Аганим. Многие, даже большая часть фурионов, по-моему, проиграл в свои игры. Посмотрим, маг будет нафармить в Аганим. С барабанами, к минимуму, он станет такой статовый парень. Ну, боевой, да. Прежде всего, сначала нужно здесь быть боевым. А потом уже смотреть, выходить в Аганим или не выходить в Аганим. Ну, собирается, я думаю, маг. Все-таки здесь Аганим, он обусловлен. Здесь он заходит под комбинацию с Зевсом. Он сильно увеличивает дэмэдж магический. Ну, не так сильно, все же. Ну, там нормально. Там как раз, знаешь, вот этих вот... Ой-ой-ой. Ой, сейчас как больно. Ой, прячьтесь. Бегите, глупцы. Зевс будет уйти через... Ну, да, 20 секунд. Макс может погибнуть. Ой, промазал штана. Йоку, ну как так? Скупы его поймали. Генерал пытается просто-просто свалить. А Йоку уже никто не отпустит. И Волк пошел подгрызать скрина. Хауль юзай. Открытые вылетают, скрина очень больно. Делай ТП. Никс. Ликан забирает андаинга. Никс не хочет делать ТП. В итоге он дожидается, когда Ликан прибегает к нему. Мажет еще одним станом. По нему мажет молнией. ТП он делать по-прежнему не хочет. Стики выпивает. Но Ликан успевает до конца ультимейта добить. ТП сбить было просто-напросто нечем. Башню сухи. Игра от Йоку получилась в этом моменте он два раза как минимум станами своим промазал. В момент инициации на Фуриона и момент отхода. Получилось не очень круто. И потеряли двоих. И сразу же пушить. Да, аппарат закидывает, чтобы никто там не дефил. Но, как выясняется, никто даже не собирается дефить. Надо подождать сейчас от ката кулдауна ульта Фуриона. И аппаратичные вместе провернуть комбинацию. Все. Все одновременно сделать. Так, увидели, по-моему, это депешащегося нифса. Решили отступить. Возможно, как раз по этой причине. Плюс, довольно-таки мало маны у всех. И вообще ни к чему этот фит. Хорстав готов из ифса тем временем. Ну, давайте. Сейчас комбинушка-то должна зайти. Преимущество. 4 тысячи золота у Веги. 3 тысячи экспириенса. Такое небольшое, довольно-таки. Кулдан в спину. На мага. Из ниоткуда снова появляется генерал. Маг тоже в шоке. У него уже есть барабан. Он довольно быстро разворачивает. Сейчас будут спруты давать. Спруты дал. Есть ультимейт. Куча тп-шек было заюзно. Но Ван прокат. Очень больно генералу. И побивает его. Ну, как же это больно, черт возьми. Как же это больно. Только залетает под этим вортексом. Неприлично. 1050 уронов у нас Зевс. 1050. Да, еще и тп-шку сбил. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ну, генерал у нас уехал на вертолете. В далекие дали. Очень тяжело пока что герокоптеру с таким показателем, вообще с такими артефактами противостоять. Я вообще смотрю, я не понимаю, как вы собираетесь. У вас только медуза жить будет с такими раскладами. Но при этом она ничего другого делать не будет. Она будет просто жить. Ровно в тот момент, пока не купит некромикон на Телекантроп, она будет жить. Да, а дальше он наносит ей с моноберна, он сжигает ману, за счет этого наносится дэмэдж, дэмэдж этот еще сжигает ману. И в итоге ману улетучивается там супер быстро. Так, ну и что? Только он фармит, фармит свои некромикончики. Обычно старались, если говорить про команду NVMI, которая потом эволюционировала в Virtus.pro, то сначала они старались брать как-то медузу под Огра и Магнуса. Ну, что-то, чтобы ее могло подбафать, чтобы она собиралась на жир, но при этом и с руки била. А здесь нету такого героя. Здесь есть еще гирокоптер, которого та же проблема, что он собирается, а с руки не бьет. Долгое время. Ага. Так, или дан. Лидан. Какой-то, потому что это форсфаб-сваб на месте. Ладно, и так, как раз. Форсфаб минус и лидан. Ничего не успел сделать, абсолютно. Это симфония успел, с командой, конечно, удивляет. Да, ну там он попадает. Девс под форстателл, но вега, вега вот как раз-таки, она играет на таком легком расслабончике, по-моему. И, ну, им хватает пока что. Отступают на сентре. Просветка, на всякий случай. Еще одна просветка. Йоку заканчивается у него инвиз. Он чувствует, что Йоку где-то рядом. То или где-то его видели, возможно. Ну и в итоге... Ну он не может инициировать. Он пытается, поэтому инфармить себе на бликдагер, чтобы хоть возможность иметь как-то подцепить персонажа на стан. Иначе других-то инициаторов в принципе нет. Прямо минимум. Амак просто пошел вниз и фармит. Аганим таки будет через 2000 монет. Да, но вот это небольшое увеличение урона в сочетании с теми плюсами, которые дает Аганим, конечно. Они... оно нормально заходит. Но если бы... Ну в принципе, Зевсу можно по такому сценарию собрать тоже Аганим. В этой игре. В этом же да, то есть это все ситуативно очень. Но смущает то, что в каждой игре, которую мы сегодня видели, были вот стандартные эти айтембилды на фарионах. Не-не, это да. Ситуативные, не ситуативные именно, а вот именно в каждой игре. То есть барабаны Аганим, барабаны Аганим и фарионы проигрывали. То есть это было страшно смотреть. Ну в этой карте согласен, что здесь там под эти вортексы различные, под дополнительный АУЕ, магический проказ, что есть в твоей команде, это может зайти. Ну опять же, как опция, я думаю, что есть еще артефакты получше. Ну ладно, то такое, тут уже на любителях. С какой-то наш шансы временем. Вега-сквадрон, Паша здесь, Паша есть первая некрономикона, есть Владмир. Помогает, конечно же, Сема, который может дать Б, пусть не вторая пассивка. Почему бы и нет? Ну и стягиваются элементы с прогеймингом, что аиги сдавать-то не хотят. Ну-ка, а что у них есть? Что бы сказать против? Ой, какой ноу-ван прописал в верхнюю-то, прям в лицо Никсу. И пошел, побежал Лекан, уже грызь скрина с некрачами. Ультимейт опорейшн залетел в Медузу. Нужен ноу-ван разворачиваться, но он втанковывает его свапа и двинга. После того, как он втанковал весь дэмэдж, пошла ульта Фуриона. Всем очень больно, еще раз каст от Зевса. Отличный форстаф через все вообще. Макмак пытается драться, посмотри, и да. Ну же все, кроме Медузы, погибли, Медузы тоже сильные. Да, это минус пять, и... Ну, ты знаешь, мне кажется, что когда Вегас, которым увидели этот пик, они реально прослабились. Они увидели, что что это такое? Очень жадно, нечем дефить про каст. Просто. Да, и причем, вот знаешь, если в той карте еще как-то можно было понять, что кто-то может создавать Спейс для Спектры, то здесь кто будет создавать Спейс для Медузы, вообще не ясно. Как это должно работать? А для Гирокоптера Спейс будет создавать зомби. А для зомби — Никс, а для Никса — Оракул. Ну и во всем виноват, конечно же, Оракул, потому что он не создал Спейса для зомби. Зомби не смог для Никса, Никс не смог для Гирокоптера. Это поменяет мне на сказку, Оракул. Да-да-да, так и есть. Не, всем опять же окажется, я знаю, кто, кажется, виноват. Кажется, виноват Иллидан, которого спустят все бочки и скажут, ты пикаешь ерунду. Во всем виноват Габен, который придумал эту клятую игру. Как вариант. Ну это в глобальном масштабе. В который, да, в который Зевс дамажит по 350 за молнию. Ну и, собственно говоря, Зевс у нас будет выходить в Бладстоун. С таким КДА 4.07, Бладстоун — это то, что ему нужно. Если бы у него уже с самого начала игры был Бладстоун, там было бы сейчас 19 зарядов, но увы. Но зато... Зато у него есть тенденция такая, чтобы в этом Бладстоун потом набить еще больше. Слушай, было бы круто, если бы Доте можно было брать в кредит. В кредит, да. Но зато потом, если ты не возвращаешься... Ну там с процентами. Да. Потом тебя просто... Да, пошли пеньки. Иллидана. Стан, на, поцентришник опять. Ну Йоку контролит на протяжении всей карты, просто протяжении всей карты. Смотри, тут одна венга, просто его... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, карапати. А, карапати пошли. Но все битые, да, смотри, просто все битые. Приходит сюда Зевс, он минусует Оракула с Форстафа. Идет дальше, стан в мидууу, врачи, шерст Шамана сразу и Зевс делает даблкил. А Ликан бежит дальше. Ну там подцепил еще маг онлайнга, не отпускал его с помощью спортов. Ну тут развал, тут развал, эта карта вообще без боя. Отдаются здесь элементы с Pro Gaming, без шансов, практически 15-2, полный разгром. Тут даже говорить ни о чем, они просто взяли и исполнили, так и должны полискать. Я даже не успел заснуть в этот раз. Вега тебе помогли. Вега, да. Ну на самом деле довольно интересная. Или Иллидан мне помог Медузой. Ну хотя, может быть, это еще не конец и у меня будет шанс. Потому что разворачиваются. Блин, тут даже никаких хаутов. Тут даже, вот обычно в такой ситуации, ну хотя бы там, знаешь, рампу некому бить. Там большой магический прокаст, но никто не бьет. Или контроля нет. Здесь все есть. И контроль, ну чисто тпшки там, позбивать Зевсом и Вингой нормально сойдет. И рампу бьет Ликан с профитом. И магии много. Самое интересное и физуха есть. Ликантропы от Вингии, от Пуриона в том числе. Да, и вообще никак. Это, по-моему, в Вега придумали суперпик. Да и скорее это элемент придумали суперпик. В котором в Вега пикнули так, что у них всего достаточно. И физики, и магии вообще просто так много, что Зевс сдает свое... О, поймали Фуриона. Йоку, Санчик, Санчик. Санчик, Йоку, давай, давай, сделай ты грязь. Вот все под тебя. Вот, есть, отлично. И убивать можно магу на маг. О-о-о-о-о. Давай, класс. Боже мой. И волки, волки пришли загрузать. Генерал минус. Минус три. Забрали Фуриона. Это... Это на мувик. Это история о том, как Фуриона гангали. Да, это просто на мувик. Шикарная комбинация. 1100 Фурион. 1200 Фурион. 1100 Зевс. Operation немножко помог. Эликан. И минус три. Просто. Самое интересное, за убийство одного только мага дали больше колду, чем за смерть трех героев. Ну, ситуация уже такая. То, что 3.18. Но, тем не менее, от этого не легче сейчас будет отбивать рампу. Когда зайдет на нее Эликан, уже который прибежал сюда, с Аегисом, почти с БКБ. А, он теперь 2 хочет поломать в миде. Да, тут они кранвиконы еще закончатся просто. Да, приятно. Ну, а Макс сейчас появится, понятное дело, что у него телепортейшн, потянется, поможет пушить. Медуза успела купить себе статовые айтемы типа Драма Фэнджернса Квиллы. Вообще. Чет плейт. Вот это статы. А самые главные статовые айтемы на интуицию. Интуицию. На интуицию, да. Были взяты и 0.4 поэтому Элидана. Точнее, не были взяты, видимо. Ну, тяжело, что и говорить. Медузе в этой мете, в таком пуше, я не знаю вообще, как с ней играть. Просто на тебя все бежит, тебя все стреляет. А арты у всех появляются слишком быстро. А ты на Медузе и у тебя еще и гирокоптер в команде. Тяжеловато. Тяжело, тяжело. Ну, дождемся момента, пока Века решатся еще раз подняться на пригорок, пока они просто подфармливают. Здесь, в принципе, в принципе, еще как-то держится элемент с прогейми. Конечно, шансов маловато, но они не сдаются. Это самое главное. Вот, напомню пока, дорогие друзья, что на правильной встрече там довольно идет интересная встреча. Между Ликвидами и ЛЦ. ЛЦ проигрывают в серии 0.1. Если они проиграют эту карту, они, скорее всего, тоже вылетают с квалификацией уже. Так что там решается судьба. Скажем так. Не забывайте смотреть второй канал. Так, ну что у нас? У нас беда, потому что графики, опять же, идут резво вниз. Ну, для кого беда, для кого изи катка. Изи ПТС. ПТС. Одно. ПТС. Вообще, Вега сегодня, я так понимаю, играет первый и последний матч, да? Да. У них какой-то лайтовый день. Ну да, ну такой разогревочный. Но хорошее начало будет с 2.0 начать уже во второй день бороться. Ну, вообще, группа у них все-таки полегче. Все-таки группа пожестче, я так подумал. Я просто сразу сказал. Спириты, Na'Vi. Да, и в группе B. Не, если в группе B элемент бы устроили нереальную битву, а элементы в группе B оказались булками какими-то. Пока что. И им нужно перед завтрашним днем серьезно обдумать то, что они сегодня натворили. Иначе их ждет довольно-таки быстрый конец. Посмотрим. В завтрашний день все расставит на свои места. Напомню, дорогие друзья, что по 5 команд в каждой из группы. Тут по 2 выходит. В плей-офф. Не будет каких-то матчей за третье место. Ну, в группе B уже фавориты, то есть Liquid, за которыми догнаться, достать будет которых крайне тяжело. Я так понимаю, там чуть ли не 4 очка у них сегодня будет. И плюс Vega, которые также хорошо выступают. А вот LC, элемент и Роксы будут между собой как-то драться. Но за что они будут драться, непонятно. Потому что если первые 2 места не достанутся, то драться может и не имеет смысла. Зевс, 6.0.11. Бладстоун взял, но опять он фрагов наделал до него. И линзу еще прикупил себе. Заходят по топу, там недобитые 2 барака стоят. Глиф имеет, только-только откатился. Смотрим на ультимейт. Ультимейты у всех абсолютно есть. Смотрим на байбеки. Байбеков тут маловато будет. У них сарается, что одного. Встречают дружественным колдауном из Генерал. С немножко можно отойти. Включается форма, прокат. Моментальный минус ондайн. Тут просто без шанса высота касса забрали. Подборка цена касса. Крена там как будто и не было. Барак падает. Минус бараки. А что делать? Мистик Снэйк, какой себе отмам. Ооо, шаг, он погиб. Ой-ой-ой. Что, гг? Почему они так быстро умерли? Ну, я не знаю, почему они так быстро умерли. Что там, бурак видимо, супераганин какой-то собрался. Дожди, стоп. Я видел, как у Метузы улетает Мистик Снэйк. Прилетает Метуза обратно. И она умерла. Улетает Мистик Снэйк, а прилетает ульта Фуриона. Такой бонус внезапный. Да, и что-то взорвало как-то всех там. Ну да, много демеджа. Я, честно говоря, тоже не понял, как они там все так быстро развалились. Но! Фэнтези-поинты говорят сами за себя. Минус 0.2, минус 0.3. Очень тяжелая игра. И очень легкая игра получилась для Веги. Я думаю, в No One рад катать таких же несколько карточек. Ну вообще, да, у нас сегодня было 10 карт. И это единственная из 10, которая закончилась так быстро и так легко для одной из команд. Потому что там более-менее сюда у нас были... Нет, там еще была игра где-то Na'Vi, где с Лили Спиритом тоже так же. Но это не на нашем стриме. Я имею в виду про наш стрим. Да, у нас такого нет. Да, на нашем... Водкой грязи нет. У нас есть одна такая заливная. На нашей истории просмотренных матчей. Ну что, на сегодня на этом стриме с Европой практически все, за исключением финального слова аналитиков. Да, потом мы передадим... Да, ребят, в общем-то, с завтрашнего дня мы также с вами будем встречаться на Европе. Только мы теперь перейдем с Майлом на канал второй. А сюда мы, так и быть, перевезем Каспера и Котхан. Пусть тоже поработали на нормальной студии. Ладно, ребят, сегодня мы с вами прощаемся. У вас работали на этой трансляции адекватные матч-стромно-компинаторских позициях. Передаем слово аналитикам для их завершающего слова. Передаем слово аналитикам для их завершения. 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 Продолжение следует...